В инвест-программу включено 12 объектов детских учреждений, из которых 9 мы планируем ввести только в этом году. Среди образования начнем мы три средние школы. Это опять же в городе Смолевичье, в Столбцах приступим к строительству. Поэтому при нормативном строительстве это до 18 месяцев доходит, поэтому это будет где-то уже 21 год. В здравоохранении мы ввели в 2019 году. В этом году опять же продолжится работа в городе Борисове. Там строится многофункциональный комплекс со станцией переливания, с детским отделением, с хирургической реконструкцией. Поэтому это тоже большой объем на старой территории, тем более в одном комплексе. Поэтому мы должны его продолжить и завершить в начале 2021 года. Ведется работа и по областным больницам. Мы просто не называем, что это идет строительство, реконструкция патологоанатомического корпуса в областной нашей областной больнице, самой Боровлянах. Также будет строительство хирургического корпуса. Приступим. Опять же для Минского района планируется начать строительство в Озерце, там же, где сегодня была застройка жилья, поэтому поликлинику тоже. В первом квартале мы планируем, ну или в полугодии завершить, это ввести в эксплуатацию амбулаторию в Хотежин, тоже опять же в Минском районе. Более 120 миллионов рублей в этом году сейчас сформированы инвестиционные программы. Ну, с учетом наполняемости бюджета, также может быть дополнение. В прошлом году у нас было 100 миллионов, грубо говоря, поэтому идет рост и в деньгах. Продолжение следует...